Эхо Москвы. Радио Кировград. 16+. Особое мнение на 101FM. В Кирове начало второго. В студии Анна Лапшина. Добрый день всем слушателям. Я приветствую гостя нашей студии. Депутата Кировской гордумы Юрия Шлеминзона. Юрий Львович, здравствуйте. Добрый день. Начинается программа «Особое мнение». Напоминаю нашим слушателям, что участвовать в этой программе можете и вы. Через форму анонсов на нашем сайте возможно задавать гостям программы «Вопросы». Ну и на нашем сайте хакерова.ру сегодня к вечеру появится видео-аудиозапись программы. Возможно появится и расшифровка. Если наш отдел расшифровочный все-таки придет с урбанистического форума. Сейчас про урбанистический форум поговорим чуть более подробно. Я знаю, что вчера вы были как минимум на двух секциях, посвященных транспорту и строительству. О том, что все сказанное в эфире является моим оценочным мнением. И теперь мы приступим к работе. Хорошо, Юрий Львович. Это такая фраза, которую вы всегда говорите в начале нашего эфира. Ну, грамотно, да, действуйте. Давайте с вопроса вот просто сразу же начнем. И потом уже переключимся на наши темы. Слушатель Андрей спрашивает вас. Юрий Львович, как вы считаете, не стоит ли инициировать присоединение к муниципальному образованию город Киров населенных пунктов от Порошина до Боровицы? По сути, это уже продолжение города. К Слободскому району этой территории фактически минимально относится. С точки зрения формирования агломерации, о чем шла речь на урбан-форуме, это вполне логичный шаг. И тут я начинаю понимать, что слушатель Андрей, видимо, немножко уже запоздал с предложением своим. Село Порошина входит в муниципальное образование город Киров, а Боровица действительно Слободской район. И вот, наверное, когда будет конгломерация Киров, Кирово-Черпецкий-Слободской, вот тогда, скорее всего, и Боровица войдет в муниципальное образование город Киров. Я так понимаю, Андрей-то предлагает это сделать пораньше, чем будет формирована конгломерация. Не видите смысла? Такого смысла пока нет. Вполне достаточно, что Порошина входит в муниципальное образование. Это, мне кажется, вполне достаточно. А жителям Кирова, жителям Порошина включение в черту города Кирова что дает административный? Я, насколько помню, даже стоимость транспорта, вот если говорить про бахту и русское, тоже не одинаковые. Здесь одинаковые, во-первых, туда ходят 21 маршрут и 121 маршрут немножко по другой цене. Это Боровица. Да. Поэтому медицинское обеспечение идет как в муниципальном образовании города Кирова, ну и все остальные службы, они находятся, конечно, в городе Кирова. Это Порошина? Порошина, да. А Боровица тогда чего недополучает? Боровица, я конкретно сказать не знаю, чего она там недополучает, но, наверное, все то, что положено жителям Слободского района, она тоже получает. Ну вот просится, видите, они в Киров, хотят быть кировчанами. Наверное, когда-нибудь администрации и этот вопрос рассмотрят. Но вы не призываете его в авральном режиме решать? В авральном, я думаю, что это первое обращение по такому в этой части, поэтому, наверное, надо прорабатывать этот вопрос. Я правильно понимаю, что это ваш округ депутатский? Да, это мой. Ваши соседи и ваш округ. Юрий Шельницон, в нашей студии. Ну, давайте к урбанистическому форуму. Напоминаю слушателям, сегодня второй день, сегодня продолжается работа, сегодня по-прежнему множество экспертов рассказывает множество интересных вещей. Вчера вы были на двух секциях, одна из них посвящена транспорту, была, насколько я помню, вторая строительство. Давайте с транспорта начнем. Ну, я так понимаю, что у нас грядет большая реформа, в том числе иногородние специалисты из Рязани, насколько я понимаю, Институт развития транспортных систем, будет пересматривать и систему общественного транспорта в Кирове, автобусов, троллейбусов, да, и дорожную вот эту вот систему, там, и регуляция движения, и все-все-все. Что вчера интересного, так скажем, было рассказано? — Хочу отметить первое, что очень высокий уровень экспертов в этой области был представлен для слушания. Это большая заслуга организаторов этого форума, их было действительно очень интересно слушать, и кроме того, что они обладали большим уровнем знаний, еще и форма подачи этих знаний была очень великолепна. То есть эти эксперты были высочайшего, я считаю, уровня, и их было очень интересно и полезно слушать. — Не бу-бу-бу, да, а вот по существу. — Да, вот по существу. Мне очень понравились высказанные приоритеты формирования транспортной системы города, которые, я не могу сейчас вспомнить, это Павлов высказал, или все же руководитель замотдела Мосгортранспорта Егоров. Вот сейчас не берусь точно сказать, кто из них высказался, но вот сам порядок формирования о том, что первое — это пешеход, второе — общественный транспорт, третье — транспорт, обслуживающий это население, и в последнюю очередь — это автомобилисты. То есть общественный транспорт, транспорт, обслуживающий предприятия, магазины, службы, сервиса, и последнее уже идут автолюбители. — Как это? Так, автолюбители на последнее место. — Да. Вот этот подход мне очень понравился, я считаю, что он хорошо, если он станет приоритетным все же. Почему? У нас не пользуется очень много личных автомобилей в городе, да? — 75% вроде бы, да, вот даже говорят, 75% жителей. Меня удивило этот цифр. — Разные цифры бывают, 59, 60, там с лишним. Это все из-за того, что нет большое недовольства работой общественного транспорта. Когда общественный транспорт, как это сделано во многих городах мира, будет на должном уровне, когда частота поездок будет высокая, когда в любое время, ну, меняемое, человек может воспользоваться общественным транспортом, поверьте мне, что люди будут пользоваться общественным транспортом. Для этого, конечно, надо перестроить всю систему, сами маршруты, надо, чтобы был очень комфортный транспорт, а не всякие маленькие, чадящие машинки бегали у нас, автобусы по городу, чтобы правильно были оборудованы остановки. И тогда мы увидим, и это произойдет, поверьте мне, очень быстро, если это все сделать именно в комплексе, что население будет пользоваться общественным транспортом, потому что это экономически выгодно, и это будет доступно, во-первых, доступно. Надо всегда понимать, что общественный транспорт во всем, в основном, он дотационный. Если мы сейчас работаем только на то, чтобы бизнесу было хорошо, мы получаем, что отдельные районы города, ну, в том числе мой 14-й округ, где очень мало социальных объектов, там нет достаточного количества музыкальных школ, самих школ, спортивных сооружений, и поэтому население приходится... Магазинов нет, в конце концов. Да, магазинов, банков, в том числе отделений банков. Все едут в центр Кирова. Все едут в центр, и особенно в вечернее время люди не могут как в одну сторону, так и в другую добраться. А у нас оптимизируется в угоду бизнесу количество поездок, количество транспорта, перевозчиков, да. Поэтому, когда... А это обязанность муниципалитета обеспечить, если вы не можете в микрорайоне сделать положенную инфраструктуру, то, соответственно, за счет общественного транспорта надо обеспечить доступность населения к определенным частям объектов. И это работа муниципалитета. В первую очередь. Так, вот несколько вопросов у меня есть, уточняющих вам. Во-первых, вы сказали с определенной частотой до определенного времени транспорта. Да, объясняю. То есть в часы пик, интервал движения, как это сделано во многих городах мира, это 5-6 минут максимально. Любого маршрута? Любого маршрута в часы пик. Так, в меняемое время, до которого должен ходить общественный транспорт? В меняемое время, значит, если у нас население возвращается из соцобъектов, как называемых, до 10 часов вечера, до 11, значит, он должен работать до этого времени. С таким же интервалом или меньше? Интервал, конечно, больше, да. Но он должен быть, а у нас просто его нет. Просто отсутствует. Ну, он где-то вроде что-то ходит. Это, да, вам кажется, что он где-то как-то ходит, да. Но дождаться его невозможно. Тем более, когда ребенку, школьнику с родителями надо добираться, ему в это время уже как бы спать ложиться надо, а он не может доехать до места сна. Это неправильно. Хорошо. Юрий Львович, вы сказали, что можно при желании это все в ближайшее время сделать. В ближайшее время, по вашей оценке, это сколько? Давайте только реалистично. Сначала, я думаю, что мы долго ждали, что мы получим схему транспортного обслуживания города Кирова и управления транспортными потоками. Наконец-то, насколько я понимаю, такой договор между институтом в Рязани и городом Кировом заключен. Схему начали разрабатывать. Схему начали разрабатывать. И подход у них достаточно такой правильный, в моем понимании, из того, что я услышал. Даже по организации кругового движения все же оно будет. И те причины, которые я, помните, уже неоднократно с вами обсуждал, по которым он нет, эксперт подтвердил. Просто люди хотели заработать на организации светофорных управляемых перекрестков и на его обслуживание. Вот это одна из основных причин, что там зарабатывались деньги. А круговое движение обеспечивает управление нормально, но его не надо обслуживать. И затраты на его организацию минимальные. То есть это бизнесу невыгодно. Юрий Львович, круговое движение где в Кирове? На каких участках? Эксперты определили уже пока 6 мест. Они не называли, но 6 мест уже таких есть. Все-таки вот реальные сроки. Но понятно, все зависит от того, в какой момент будет разработана схема. Такая схема будет разработана в течение 6-8 месяцев. Потом для организации, я так понимаю, что надо будет произвести резкую замену муниципального транспорта. Или не муниципального. То есть по схемам маршрутов должны пойти автобусы средние или многоместные, но качественные. Во-первых, есть такой фактор, еще доступная среда. Потому что у нас инвалиды не могут перемещаться в городе Кирове. Это совершенно неверно. Нам надо будет доработать остановки. А их у нас где-то 540 с чем-то остановочных мест. Но я думаю, что передача, если можно в конце все отдать остановки, в связи с тем, что рекламных мест у нас в городе все же станет меньше. А сейчас мы об этом поговорим тоже, да. Павильоны, как рекламные места, будут очень достаточно эффективно использовать. И решить эту проблему можно будет очень быстро. Я могу привести пример. В прошлом году, или в этом году был на одном из совещаний в Москве. И мэр Ярославля рассказал, как они заменили все остановочные павильоны. При них они еще сделали торговые точки. Подождите, так у нас это было уже, Юрий Львович. Не стационарные, а торговые объекты. У них тоже где-то количество больше 400. Они сделали это за один год. Но аренду этого места они сделали минимальной. Потому что кроме аренды этого места, входит уборка этой территории. Содержание. Содержание, да. И достаточно я видел образцы этих павильонов. Они приличные, очень выглядят. Эти торговые точки, это не такое окошечко, в которое заглядываешь. Они полноценные торговые точки. Там площадью где-то 20 или 25 квадратных метров. Мини-магазин. Да. С дверью, с туалетными комнатами для обслуживающего персонала. С подводкой холодной, горячей. Ну или подводкой ночи. Они оборудованы холодной, горячей. Вода там есть. Ко всему еще. Ну и очень так достойно все это выглядит. Сделано, знаете, за сколько? За один год. Так. Это павильоны. Они в муниципальной собственности или они возводились за счет средств? За счет средств инвесторов. Инвесторов. То есть они нашли за год. Мало того, что они их поставили и заставили работать, они еще инвесторов нашли, которые все это построили. Поверьте, они быстро найдутся. И в Кирове тоже? Я думаю, что тоже найдутся. Вы думаете, у нас настолько оживленное вот это вот все? А что, Ярославль, это такой оживленный город? Ну, в Ярославле мне казалось поживее. Мы сделаем не 500, а 250 для начала. Поменьше. Поменьше, да. Так, все-таки, вот на полную перестройку транспортной системы Кирова, по вашей оценке, сколько надо времени? Ну, не меньше трех лет, мне кажется. Так, а деньги где брать, помимо инвесторов? Какие деньги? Ну, как какие? Что-то у нас очень маленький бюджет, что ли, в городе? Вы думаете, хватит? Если его рационально использовать, то на многие вещи хватит. Не всегда все определяется деньгами. Главное, политическая воля. Говорит депутат Кировской городской думы Юрий Шлемензон. И на этих словах мы уходим на небольшой перерыв. Особое мнение на 101FM. Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы в нашей студии. Мы продолжаем особое мнение выслушивать его. И давайте вот еще немножечко про транспорт. Вот уже отвлекаясь от урбанистического форума и немножечко так отступая назад. Реконструкция Октябрьского проспекта. Речь идет прежде всего о создании безопасной среды для пешеходов. Но я напомню слушателям, да, предысторию. Мы разбираем ее две недели. Это желтые заборы, которые появились, всколыхнули общественное мнение. Хотя могли бы стать или сериями, или черными. Да, и наверное. Но заборы нужны. И наверное. А, вот так, да? Конечно, нужны. Ага. Во многих местах. Потому что культура наших пешеходов, нет, ну, я имею в виду в других местах, они очень даже, считаю, выполняют свою роль неплохо. Ну, речь-то идет именно об Октябрьском проспекте, о нарушении так привычного, так скажем, жителям города его облика. И вот теперь, после народных возмущений, прошло несколько совещаний в мэрии. Ну, их не так много, на самом деле, было. Они инициировали некоторыми общественниками эти народные, так называемые, возмущения. Юрий Львович, подождите, подождите. В общем, заборы уберут. Заборы уберут. Вместо них предлагается несколько мер. Там и установка светофоров, и установка лежачих полицейских и пешеходных переходов. Да, пешеходных переходов. На все это потребуется 4 миллиона рублей. Не ждали, да? Вдруг упало. Надо, значит, где-то брать 4 миллиона. Но на совещаниях, которые были в мэрии, ГИБДД, как я понимаю, пошла дальше. И обсуждалась в том числе возможности конструкции кардинальной Октябрьского проспекта, в том числе сокращения его бульварной части. Ну, со стороны Ильи Шульгина сказано было, что бульвар необходимо сохранить. Совершенно верно. Но при этом сделать на Октябрьском проспекте выделенную полосу для общественного транспорта. Это будет правая полоса, там, где обычно у нас припаркованы машины. И их надо убирать оттуда. И карманы эти убирать надо. Вы так считаете? Да. А парковаться где? Я думаю, что Виталий Павлов, который руководитель института, он эту же теорию нам преподносил. Хорошо. Вот подождите. Через 3-5 лет все пересядут на общественный транспорт. А до этого момента куда машины девать с Октябрьского проспекта? Ну, во-первых, мы еще не перешли. Куда их девать? Значит, мэрия будет заниматься организацией парковочных мест. Платных или бесплатных? Платных. Конечно, платных. А как вы хотели? Притом, платные стоянки будут работать только тогда парковки, когда будет обеспечен контроль. Если не будет контроля за этим вопросом, то это делать вообще не надо. Это будет глупость. Машины пойдут во дворы и так далее и тому подобное. Хотя и с этим есть методика борьбы уже в наших городах российских. Так они и так пойдут во дворы? Нет, у нас так называемые газоны могут использовать. Потому что у нас нет точного определения газона. Поэтому я и говорил, что во всей этой работе необходимо еще заниматься и законодательной деятельностью. Здесь надо вносить поправки будет в различные вещи. Включая административные кодексы. Должно быть понятие, что такое газон, какой из него будет штраф. Есть города, где нет штрафов за газоны. Подождите, Юрий Львович, у нас, насколько я помню, тоже есть какие-то штрафы за парковку на газонах. И даже призывали года два назад фотографироваться. Есть города, в которых нет штрафа. Можно бороться с парковкой на газонах, когда такого нет? Нельзя, конечно. Хорошо, в Кирове есть. Вот убираем мы все машины из правого ряда на Октябрьском проспекте. Куда они все денутся? Ну, то есть платных парковок пока нет. Хорошо их построят. Пока их не будет, это сделать невозможно. Вы же понимаете, что люди не захотят платить. Не понимаю. Люди будут машины свои пристраивать куда только можно. Ну, их не хватит таких мест. Дворы закроются, поверьте мне. Шлагбаумы? Быстро, конечно. Есть даже методики в отдельных городах, где муниципалитеты датируют установку шлагбаума во дворах. И в итоге это приведет к тому, что люди откажутся... Что появятся стоянки и откажутся от личного транспорта. И будут ездить на автобусах. Совершенно верно. Ну, вы приветствуете это? Да. А мне вот пока кажется, что это волну народного возмущения вызовет. Общественный транспорт должен двигаться, а не стоять. По выделенной полосе. Да. И должен быть большой контроль за использованием выделенной полосы. Если мы не оборудуем достаточным видеоконтролем со стороны ГИБДД и муниципалитета выделенные полосы, это работать не будет. В Казани почему работает так? Потому что серьезнейший контроль за поездкой по выделенной полосе. И штраф, и штраф, и штраф. Да. Притом это же можно на аутсорсинге сделать. Никаких затрат ни муниципалитет, ни государство нести не будет. Делается обычно на аутсорсинге. Нанимается контора, которую устанавливает камеры, а потом получает какой-то процентик. Ну, не маленький, надо сказать, получает процентик. ГИБДД получает поменьше, а они побольше. Хорошо. Если это сделает муниципалитет, то это будет большая добавка в казну города. Ага, это нам денег даст на что-нибудь хорошее. На организацию парковочных мест. Все будет связано, взаимосвязано. Конечно. Юрий Львович, что было еще на урбанистическом форуме, на секции по транспорту? Что-то было еще интересное? Там было три великолепных эксперта. Они рассказывали о многих частях тех проектов, которые неплохо бы внедрить в городе Акира. Но в основном они касались организации работы общественного транспорта. Что является, как я уже говорил, одной из первоочередных... Какие проекты? Можем хотя бы один в качестве примера привести? Ну, это автоматизированная система управления составлением маршрутов, во-первых. Что мы не знаем еще на данный момент, какова плотность пассажиров в определенное время. То есть надо проводить исследования. А, ну, исследования? Конечно, исследования. А потом это уже ставить на поток и контролировать выполнение тех рекомендаций, которые даны. Секция строительства? Секция строительства, она была такая более общая, менее конкретизированная, чем... У нас устрашающая совершенно новость висит с этой секции. Да, она такая была. Эксперты говорят, нужна точечная застройка. Ну, вот я в этом вопросе с ним категорически не согласен. Он говорил о том, что мы вот развиваемся вширь, и инфраструктура не догоняет строительство. Поэтому на окраинах нет инфраструктуры, нет детских садов, нет дорог, нет остановок, ну и так далее и тому подобное. Но это же вина кого? Не строителей. Это вина муниципалитета, что он позволяет строителям это делать. Если бы еще 10 лет назад в тех местах, которые у нас сейчас активно развиваются, да, администрация требовала строительства нужных дорог или сама этим занималась, то мы бы к этому не пришли. Вот совсем недавно показано было строительство метро в Китае. Вы, наверное, тоже видели, такая повикнувшая по интернету. Я не видел, я посмотрю. Значит, станция метро новая, стоит в поле. Так. Почему в поле? Потому что вокруг нее только будет строиться микрорайон. А, то есть они сначала транспортные. То есть сначала транспортная доступность делается, а потом уже начинается строительство. Впрок строительства, так называемое. Большая печаль, что в Кирме нет возможности построить метро. Да, вот специалисты могут себе уже построить. Не, ну метро это такая штука, мы же говорим, не везде то, что метро, да. Это может быть троллейбус, это может быть просто дорога. А мы начинаем строить, у нас не водопровода там нет, у нас нет школ, у нас нет поликлиник и так далее. Потом мы ищем место, которое уже строители все позанимали, выкупили давным-давно. Но это неправильно, потому что у нас нет архитектора в городе, у нас нет настоящего генерального плана. Мы не знаем перспективы развития нашего города. Это большая беда. Узнаем ли когда-нибудь? Я думаю, что при смене главного архитектора города, а муниципалитет, я думаю, все же добьется этого, мы это узнаем. Надеюсь, что при нашей жизни мы это узнаем. Это у вас какая-то инсайдерская информация или вы только предполагаете? Нет, я предполагаю. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской гордумы в нашей студии. Мы сейчас к вопросу гордумы хотим перейти, к тому вопросу, который будет, как я понимаю, обсуждаться в следующую среду, 31 числа. Речь идет о наружной рекламе, но перед тем, как мы к этому вопросу перейдем, сделаем небольшой перерыв на рекламу эфирной. Особое мнение на 101FM Юрий Шлеминзон в нашей студии, депутат гордумы. Мы продолжаем. Ну, давайте вот коротко по рекламным конструкциям. Вопрос, как я понимаю, уже обсуждался на заседании комиссии, да, городской думы? На этой неделе. На этой неделе. И на комиссии, и до комиссии. Он везде обсуждался. Он везде обсуждался. Нет, ну то, что это дело... Что будет с наружной рекламой? То есть я помню предысторию вопроса. То, что город загажен, наверное, не всем было понятно, но, слава богу, Илья Вячеславович объяснил, что город все же рекламой загажен. И я утверждаю, что он загажен. Мы привыкли. Эти все каракули, которые на стенах домов от полуэтажа до подвала до высотных зданий, завалены, без всякой организации не сделаны. Сделаны некачественно и нехорошо. Город выглядит отвратительно в этом порядке. Главный спор зашел в том, что размещение рекламной конструкции на трех- и пятиэтажных домах запретить. Запретить. Запрещать нельзя. Муниципалитет, согласно законодательству, может только предлагать форму и способ рекламы. Поэтому муниципалитет и предложил сделать рекламу не менее 120 квадратных метров на жилых зданиях и на остальных зданиях 50 квадратных метров. И проблема трех- и пятиэтажных домов отпала, потому что ее просто не разместить. Все, точка. Не разместить, потому что там окна квартир. Нет, но это уже было еще ранее запрещено. На глухих стенках такого объема рекламу не разместить. Поэтому у нас трех- и пятиэтажные здания будут чистые. Юрий Львович, это же значит, что жильцы, жители этих зданий решатся возможности, вот то, о чем у нас в студии был горячий спор, решатся возможности получать дополнительные деньги. Вот это разговоры про белого бычка. Почему? Давайте проедем с вами по городу Кирову и посмотрите, сколько конструкций на самом деле на жилых зданиях размещено. Сколько вы думаете, насчитаете вы? Да и вы трех десятков их не насчитаете. Поверьте мне. Особенно если еще учитывать, что речь идет о трех- и пятиэтажных зданиях, да? Да. То есть не о высотных каких-то. Вы их просто не насчитаете. То есть это надуманное. Не, но для жителей этих трех десятков она, конечно, не надуманная. Она не надуманная. Но есть другие способы, значит, будут зарабатывать на своем жиле. Другим способом. Но так как это делается, вот даже взять дома, которые находятся рядом у нас с отделом городской рекламы. Вы посмотрели на эти трехэтажные... Давайте адрес назовем. Адрес назовем. Ну хотя бы. Это улица Дериндяева где-то не находится. Дериндяева на пересечении. С чем? Ой, забыл там. Ну район хотя бы. Скажется, с труда. С труда. Это же ужас. Какие здания облеплены непонятными... Вывесками. Вывесками. Ну это же ужас. У нас бывает, что даже рекламодатели так думают, что если я в пяти местах одну и ту же рекламу на здании размещу, то это даст огромный эффект. Я аж про качество этой рекламы не говорю. Но это глупость. Не приносят они никакого эффекта. Это уже давно во всех мурзилках написано. Как и где положено размещать рекламу. Так, подождите. Хорошо. Значит, со здания рекламы уберется. Но реклама наружная в городе все равно должна быть. Конечно, она будет. На ваш взгляд где тогда? Нет, она прописана положением. Есть, во-первых, реклама, есть информационные таблички. Они в определенном параметре должны быть. Там есть величина букв. Все это говорено не выше второго этажа. То есть это все систематизировано в документе. И оно выглядит достаточно прилично. То есть мои исторические издания не будем больше покасить, поверьте мне. В следующую среду этот вопрос будет рассмотрен. Да. По вашей оценке? Я думаю, что в этой редакции должны проголосовать депутаты. Должны проголосовать депутаты. Я думаю, что и в прошлый раз проголосовали просто не все. Не было достаточного количества депутатов во время голосования. Кворум не собрался. Так бывает, да. Нет, кворум-то он был, но он был немножко в другой плоскости. Хорошо. Отдельную сделаем, я думаю, программу. Мы по рекламе. И еще одна вещь городская, которую я с депутатом городской думы Юрием Шлемензоном не могу не обсудить. Это новый энергосервисный контракт, который выставила на торги администрация города. Как я понимаю, да. Более 600 миллионов рублей требуется на перестройку, так скажем, систему освещения нашего города. Давайте начнем с предыстории. Значит, как возник этот контракт? Я думаю, что по такому пути шло. Когда депутаты нового созыва пришли к своим деятельствам, было принято решение о том, что мы, как и должно быть, работаем по наказам избирателей. В этих наказах было очень много вопросов по освещенности улиц. По качеству и полному отсутствию освещения. Нам в ответах всегда писали, нет денег, нет денег, нет денег, нет денег. На одном из заседаний городской думы я поставил вопрос о том, что необходимо создать программу, так называемую, электрификации города Кирова. Депутаты проголосовали и через определенное количество... Шел 101 год после Оксанельской эволюции. Да, и наконец-то, вы знаете, я сам был удивлен, что все же... Такая программа появилась. Она, правда, там была в таких огромных суммах. Ну, и сам факт о величине суммы, которую прогнозировали потратить исполнители на выполнение этой программы. И она, потому что проверяется, делается, и все это можно поставить в рамки. После этого администрация проводит еще реорганизацию о том, чтобы две муниципальные организации, Кировские электросети и Кировсвет, были слиты воедино. Это после Нового года произойдет? Да, после Нового года. И я думаю, что вот благодаря этому будет проводиться реконструкция освещенности города Кирова. Потому что это старая длительная история, я еще помню ее, когда был депутатом областного законодательного собрания. Я выходил с инициативой по замене светильников. Но энергетическое лобби успешно в течение 10 лет отбивалось от этого вопроса. А вот давайте расскажем, почему отбивалось. Почему отбивалось? Значит, когда резко встал вопрос о детском травматизме на пешеходных переходах, была предпринята некая программа замены освещения. Там было недостаточное освещение. Давайте слушателям напомню. Было недостаточное освещение на пешеходных переходах. Натриевые лампы, вот эти желтые. Когда была произведена замена, во-первых, от стандарта освещенность возросла почти в два раза. То есть она превышала даже стандарт. А энергопотребление упало в пять раз. Это новые лампы, вот эти вот диодные, да? Тогда еще были даже не диодные, а другие виды ламп, но светодиодные были. И я тогда вышел с предложением в Кировскую городскую думу об этой замене. Но меня проигнорировали, как положено это было. И вот сейчас пришло время, когда, я думаю, это будет предпринято, притом в кратчайшие сроки. Да, вот Юрий Львович, это будет предпринято в кратчайшие сроки, то будет предпринято в кратчайшие сроки. А деньги-то мы где на все это возьмем? 600 миллионов в нашем бюджете, Кировском, они там есть? Значит, муниципалитет рассчитывает на привлечение каких-то средств со стороны на инвестиции. Во-первых, вы не забывайте, что у нас еще и скоро юбилей города, и, наверное, федералы каких-то средств там добавят. У нас, по-моему, к юбилею города хотели трубы перекладывать, вскрывать новые отремонтированные дороги и перекладывать коммуникации. Не трубы, а хотели искать ливневую канализацию. А, вот так, так. Да. Вы думаете, нам так много денег дадут? Ну, немного, если их рационально используют, то много сделать можно успеть. Освещение, на ваш взгляд, в первую очередь... Это окупаемая вещь вполне. Где, в каких районах надо менять? Везде. Нет, ну хорошо, везде это понятно. Конечно, везде. Юрий Львович, везде это понятно. В первую очередь, вот на ваш взгляд, какие районы? У нас нет достаточного освещения, нет таких мест, где оно достаточное. У нас фонари с одной стороны, дорожная часть не освещена, пешеходные переходы в небольшом количестве правильно освещены. Поэтому это будет идти по всему городу. Вот оборудование освещением неосвещенных улиц, я не знаю, в какой период пройдет, но, наверное, степ-бай-степ, и это будет сделано. Но неосвещенные улицы, это все-таки не центр города. По крайней мере, администрация задумалась, я думаю, что свои задачи она и выполнит. Но мы надеемся, что это все-таки произойдет. В конце все войти. Ну, много есть способов. Это дело администрации, как она будет. Они, конечно, выйдут с предложением к депутатам, наверное, обсудят с депутатами, способ решения. Еще не обсуждали пока? Пока не обсуждали. А, то есть конкурс уже заявлено с депутатами, где деньги врать, пока не обсуждали. Ну, и не надо это, наверное, обсуждать. Найдет администрация, это ее право. Да как найдет? Ведь бюджет-то, я так понимаю, что общий наш бюджет. Когда придет решение, бюджет рассматривать согласно положениям, вот, тогда все и рассмотрим. Надо выделять приоритеты. Вот, может, программа энергообеспечения улиц города Кирова будет одной из приоритетных на 2019 год. Может, что-то другое. У нас же еще садики есть, строительство. У нас много каких-то вопросов. Школы, да. И зеленые зоны. Да, и вот обещанные пристроить школам и школы в моем 14-м округе, хотя администрация от областной до городской обещала, но вот, к сожалению, не выполняет своих обязательств и произошел перенос. Так, ну-ка давайте. Чему я очень не рад. Ну-ка давайте расскажем более подробно. Мне о плохом значении подробно рассказать. Нет, Юрий Львович, давайте расскажем. Ну, когда шла предвыборная кампания 2017 года, я получил заверение от городской областной власти, что у нас там будет школа строиться. У нас там это где? В 14-м округе, в Заречной части города. В Заречной части города, да. Да, 9-ю школу пристроят, но вот пока все стоит на месте, к сожалению. И не говорят, что... Хотя место для строительства, в отличие от центральной части города, есть. И зарезервировано. Да. Закреплено за школу. Закреплено, да. Хорошо, по энергосервисному контракту я нашим слушателям напомню, что заявки на участие в конкурсе до 8 ноября принимают. Проведение конкурса запланировано на 12 число. То есть где-то в середине ноября, я так понимаю, мы должны узнать. Мы должны узнать, кто будет поставщиком, во-первых, да, и по какой схеме пойдет финансирование. Ну, может, в лизинг будет оборудование браться. И постепенно мы будем расплачиваться. Не мы, а муниципалитет. Ну, извините, это же деньги налогоплательщиков. Конечно. Ну, а кто тогда? Конечно. Хорошо. Главное, что это не отразится на нашем энерготоритете. Есть еще одна тема Юрия Львовича. И три минуты у нас есть. Вот буквально просто ваше мнение. Связано отчасти с освещенностью улиц. Вопрос перевода стрелок. Я так понимаю, что вопрос этот довольно актуальный. Его Игорь Васильеву. Я его не считаю актуально. Губернатору Кировской области задавали на прямой линии. Да, я слышал. Вы не считаете, переходить на плюс в час от Москвы? Мне, как жаворонку, все равно. На мне это не влияет совершенно. А на ваши какие-то вот, ну, рабочие, может быть, моменты, нет? Нет. Ну, правда, я вот совершенно не ощущаю неудобства. А вот при переводе там на плюс один, плюс два, некоторые сферы деятельности, включая, например, телевидение, будут иметь свои проблемы. То есть мы программу будем смотреть позже. Да, плюс один. Нет такой на стволе программы. Есть плюс два, плюс четыре, плюс шесть и так далее и тому подобное. Так, это вы сейчас про что? Про телевидение. Так, то есть в сетке телевидения нет возможности. На спутнике нет такого ствола. Да, там у нас есть ноль, плюс два, плюс четыре, плюс шесть, ну и далее. И поэтому все будет сдвинуто. Это значит, что те программы, которые идут сейчас у нас в восемь вечера, будут идти в десять? Да, конечно. А вот так? Конечно. Ага. Это будет очень неудобно, поверьте. Ну, то есть вы против перевода стрелок? Я, да, мне устраивает все. А вот, знаете, с того до многих жалуются. Темно вечером. Освещение включаете и работаете. Или с утра пораньше. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской гордумы. В нашей студии. Ну вот, давайте еще тогда обсудим становление Кирова столицей российского дизайна. Тоже тема с урбанистического форума. Насколько я понимаю, Андрей Сенков, вице-президент Диатской торгово-промышленной палаты, накануне рассказал, что Киров подал заявку на участие в этом конкурсе. Он проводится с Союзом дизайнеров России. Ну, у Кирова есть там какие-то, я так понимаю, пунктики, по которой нам зачитываются. Это проведение специфических конкурсов, форумов, всего-всего. Ну, вообще-то хорошо такая, как называемая, как сейчас говорят, движуха. Это она в пользу всегда идет. Вот, но в социальных сетях вчера вот эта вот фраза, что Киров может стать столицей российского дизайна, она вызвала, мягко говоря, такую сатистическую реакцию. Какая столица российского дизайна? Видят такие красивые вещи на улицах города. Ну, если ничего не делать, то ничего хорошего не появится. Я считаю, что проведение таких мероприятий всегда будет на пользу города. Всегда будет на пользу. Появятся новые идеи, новые решения. Кто-то заинтересуется нашим городом не только в нашем городе, а со стороны. Мы увидим новые проекты, которые администрация будет внедрять эффективно, недорого и качественно. И это даст возможность сделать город намного красивее, чем он сейчас. То есть вот это звание столицы российского дизайна, оно Кирову на пользу пойдет? Только на пользу. Несмотря на то, что пока вроде как не соответствует... Ну, вы сами понимаете, что это относительное такое словосочетание. Это говорит о том, что мы можем провести хороший и нужный форум. Еще и дизайнерский. Потому что я думаю, что форум, который мы провели и будем проводить дальше, даст свои положительные результаты, не моментальные. В некоторых вопросах может и моментальные, но на перспективу это очень хорошо. Я за. Надеюсь, что урбан-форум будет у нас и в следующем году. Надеюсь, что Киров признает столицей российского дизайна. И что слово урбанисты не станет матерным, как по мнению некоторых общественников. Перестанет быть ругательным. Да. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской гордумы, был в нашей студии со своим особым мнением. Спасибо, Юрий Львович. Прощаемся. Спасибо. Всем до свидания. Особое мнение на 101 ФМ.